Правописание «не» с глаголами, существительными, прилагательными и наречиями. Во-первых, «не» пишется слитно с любой частью речи, если это слово без «не» не употребляется. С «не» пишется слитно глагол «негодовать», существительное «невежда», прилагательное «неряшливый», наречие «небрежно» и многие другие. «не» также пишется слитно с существительными, прилагательными, наречиями, которые оканчиваются на «о» или «е». Это важно. Если слово можно заменить синонимом без «не», то есть равноценным понятием. Так, существительная непогода пишется с «не» слитно, «не» является приставкой в этом слове, потому что это существительное можно заменить в предложении синонимом, то есть словом, обозначающим то же самое. «Непогода» – это может быть буря, метель, ливень и тому подобное. Прилагательное «недружелюбный» с «не» пишется слитно, потому что его можно в зависимости от контекста заменить синонимом. «Недружелюбный» – это значит «враждебный» или «угрюмый». «Невесело» наречие пишется с «не» слитно, так как его можно заменить синонимом. «Посмотрел невесело» значит «грузно», «тоскливо». Теперь поговорим о тех случаях, когда «не» пишется раздельно, за исключением того, если слово без «не» не употребляется. Во-первых, «не» пишется раздельно с глаголами в разных его формах. «Не» был, «не могу» и так далее. «Не» пишется раздельно с глаголами. Во-вторых, «не» пишется раздельно с наречиями, которые оканчиваются не на гласные «о» или «е», а на какие-либо другие буквы. Так поэтому «наречие не всегда» пишется раздельно с «не» или «наречие не по-братски» тоже пишется с «не» раздельно. В-третьих, «не» пишется раздельно с прилагательными, которые употребляются чаще всего в краткой форме. Такие прилагательные близки по своему значению глаголам. Например, «не рад», «не готов», «не должен» и другие. «Не» пишется раздельно со словом, с существительным прилагательным или наречием в том случае, если в предложении есть противопоставление с союзом «а». Обратимся к примерам. Это не «правда», а «вымысел». Существительная «правда» с «не» пишется раздельно, потому что в этом предложении есть противопоставление. «Правда» противопоставлена вымыслу, и это противопоставление выражено с помощью союза «а». Слова «правда» и «вымысел» являются антонимами. «Я был не веселый, а грустный». «Не веселый» пишем раздельно, так как в этом предложении есть противопоставление. «веселый», «грустный» – слова антонимы. Это противопоставление выражено с помощью союза «а». Ответил не быстро, а медленно. Наречие «небыстро» пишется с «не» раздельно, потому что в этом предложении есть противопоставление с союзом «а». Обратите внимание, что есть конструкции с союзом «но», в которых, как правило, противопоставление не выражается. Костюм недорогой, но красивый. Слова «дорогой» и «красивый» не являются противоположными по своему значению. К слову «дорогой» можно подобрать антоним «дешевый». Поэтому «недорогой» пишем слитно, «не» является приставкой. Можно заменить словом «дешевый». Костюм дешевый, но красивый. И последнее. «Не» пишется раздельно с существительными прилагательными наречиями, если к ним относятся слова «далеко не», «вовсе не», «отнюдь не», «ничуть не», «нисколько не», «никак не» и другие. Посмотрите на примеры. Это была «далеко не спортсменка». «Не спортсменка» пишем раздельно, потому что есть усилительное слово «далеко». Это была «ничуть не трудная» задача. «Нетрудное» пишем «не» с прилагательным раздельно, потому что есть отрицательное слово «ничуть». Выполнить «отнюдь» непросто. «Не» с наречием пишем раздельно, потому что есть усилительное слово «отнюдь». Когда к словам «сне» присоединяются данные усилительные или отрицательные слова, невозможна замена синонимом. Посмотрите, допустим, «непросто» можно было бы заменить словом «сложно», но в контексте данного словосочетания слово «сложно» здесь невозможно употребить. Было бы «выполнить» отнюдь «сложно». Именно поэтому, когда к словам «сне» присоединяются вот эти усилительные или отрицательные слова, «не» пишется с данными словами раздельно. Субтитры создавал DimaTorzok